Спасибо, что согласились встретиться с нами на небольшой разговор и надеюсь, что у нас он получится. Мы же вас любим и сейчас думаю, зачем? Мы сейчас только прилетели, мы посмотрели, такая у нас сложная дорога с этими таможнями, плюс самолет. Конечно, сам этот переезд, который раньше был меньше часа из Киева, раз, и мы уже в Риге. Обожали этот перелет. Сейчас это двое суток занимает. Но это войне уже более двух с половиной лет. И каково это сейчас, осознавать, что прошло так много времени, как вы чувствуете себя? Время летит, все очень устали, все измотаны. Плюс вот эти, знаете, ну это сложно, конечно, понять обычным людям, которые находятся в комфортных условиях. Ты находясь в Киеве, когда выключение, эти постоянные блэкауты, жара неимоверная, кондиционеры не справляются. Люди, которые живут на двенадцатом этаже, туда не доходит ни вода, естественно, у них не газ, а электрическая полета. И это очень сложно. И туалет, это, ну, конечно, это врагу не пожелаешь. Естественно, это изматывает очень людей, люди очень измотаны. И я думаю, что это делается специально. Вот специально, это путинская Россия делает так, чтобы измотать людей, чтобы они сказали, ой, ладно уже, пусть забирают вот это, пусть забирают то, лишь бы это закончилось. Зимой без тепла, летом без прохлады? Ну да, это кошмар. И тем более, когда они включают свет, допустим, оно бывает не по графику. И ты не можешь, ты все время ходишь, знаете, такое ощущение, ну, конечно, мы стараемся смеяться уже, потому что если не смеяться, то можно с ума сойти, да? То смотришь на часы, допустим, там, 15.00, должны выключить, не выключают. И ты все время ходишь, думаешь, сейчас оно выключится, да? Фен взять не можешь, берешь, включаешь, думаешь, сейчас выключится. И ты все время на какой-то измене, да? Оно, конечно, все выключается, есть фонарик, ты набираешь эту ванну, значит, ставишь фонарик и вот, значит. Ну, рассказать, как ты собираешься на студию или на какую-то работу, это ужасно, что вам скажу. Поэтому ты ничего не можешь планировать, ты ничего не можешь делать. И как бы ты там себя не бодрил, да, очень сложно. Вот наше поколение не видело войны. Ну, разумеется, там фильмы или в книжках. Какой это вы будете частью вот этой истории, в этой ужасной главе? Смотрите, я, вот, мы сидели, что-то у нас есть такая белая квартира, на которой мы там собираемся, репетируем, какие-то делаем прогончики. И вот мы сидели, говорят, каждое поколение, я даже тоже слышал такое мнение, каждое поколение в разном возрасте получает войну. Вот, допустим, моя мама, она уже ушла из жизни, да, она была ребенком, когда началась война, да. Да, эвакуация, голодовка, тиф, они жарили какую-то кровь на сковородке, чтобы выжить. То есть война пришла на детство, да. У меня было, как я считаю, самое лучшее детство, да. Вот те, которые люди родились в 70-х, вот это все такое было новенькое, все было какие-то новые напитки, да. Вот мне казалось, очень было хорошо. Ну, как ребенку, конечно, да. Вот как-то была школьная форма, вот как-то праздник был праздником. Было вот это ощущение доброты, да, игры, какие-то мечты, да, уверенность в завтрашнем дне. То, вот я очень скучаю за это время. И вот нам приходится война на средний возраст, когда вот я получаю сейчас, да, когда ты, то, что ты планировал, ты ничего решить не можешь, поменять ничего, повлиять никак не можешь. Ну, вот есть одна категория людей, которые, допустим, против обеселья, концертов, песен. Есть, которые, наоборот, считают, что необходимо поддерживать какое-то эмоциональное настроение. Вот для чего, вот искусство для чего, вот искусство любое, это для развлечения. Это поднять, поменять атмосферу, разрядить атмосферу. Ну, вот слушать эти новости постоянно, мне кажется, новости никто не смотрит уже вот эти, там, телемарафон какой-то там идет. Мне кажется, никто не смотрит. Конечно, интересуется, но нужно от этого, ты поменять ничего не можешь. Какая-то новость глобальная, она до тебя дойдет. Но находиться постоянно в этом стрессе очень тяжело. А как же поменялись вообще концерты, вот эта организация концертов? Я вам сейчас объясню. Смотрите, вот по началу войны, когда поехали все в эти концерты поддержки, да, со временем, конечно, и от этого люди устают. И люди перестают ходить на концерты, потому что думают купить сандалики или пойти на концерт. Если концерт должен быть на хорошем уровне, это стоит всегда дорого, да. Но получается, хорошо, я бесплатно выступаю. Но коллектив же должен получать деньги. Водитель получает деньги, гостиницы получают деньги, световики получают, за аренду получают. Я не получаю. А на что вы живете? Нет, ну слава богу, я хорошо работал в детстве. Слава богу, что я не был таким транжиром, я как-то такой, ну не то, что я прижинистый. Я так думаю, но я всегда думаю про завтрашний день. Понятно, я не могу всем там помочь, но каким-то людям, конечно, я помогаю. И я имею в виду финансово. Вот по поводу концертов. Как менялись, да. И концерты, вот мы проехали Америку, шикарные залы у нас были. Я не знаю, кто еще из наших выступал в этих залах. Некоторые люди, которые приходили в Нью-Йорке на концерты, они говорили, что это за зал. Мы в первый раз здесь, мы живем тут 30 лет. В первый раз видеть там залы. Там такие дорогущие залы. Какие-то очень хорошие организаторы, вот они постарались. Мы в первый раз были в таких крутых залах, правда. Чаще всего это проходило какие-то клубы, синагоги, какие-то колледжи их, да. Но в таких больших профессиональных залах это крайне очень дорого. Но я заметил тоже упадок. Вот я прошелся, я люблю Нью-Йорк, да. Но вот это тоже какой-то кризис, как-то грязно. Очень много бездомных. Ну какая-то атмосфера такая, мне кажется, во всем мире какой-то кризис. И концерты, они хорошо бы выйти в ноль. Понимаете, да? Люди же не хотят, приходя на концерт, увидеть две лампочки и с гитарой человек. Под мини-диск там или под что-то, под флешку. Сейчас так любят. А коллектив 26 человек. Для того, чтобы поменять настроение, мы же делаем концерт-терапия. Поднимаем настроение, все вспоминают, все поют эти песни. Потому что многие жили в те времена, когда эти были новогодние гоньки. И это показывали день и ночь. Я уже на себя видите. Я куда ни включу, везде мы. Вот такое время было. А каково это выступать? Ну, Верка, Сердюшка, все-таки это веселье, это праздник. Это ты куда в дом не придешь, это танцы-пляски. Каково это вот в такое время вот так вот веселиться? Смотрите, это же вы, как вам объяснить, концерт заряжен позитивом. Понятно, конечно, это учитывают ситуацию и об этом говорим. Мы меньше говорим о каких-то военных вещах, как другие артисты. И люди, наверное, хотят отвлечься и послушать какие-то шутки. Вспомнить, когда мы, ваша мама с тетей танцевали пьяные под горитой я горил. Я тоже танцевал, но не пьяные. Да, ну вот вы еще трезвые, но ребенком танцевали там. И они, вот цель как будто повернуть в мирное время. Давайте вспомним, как было. И всегда все будет хорошо. И мы в конце, вот такая была, через весь тур, я в конце снимал звезду. И вот такая примета была, когда дети, если падает звезда, мы загадываем желание. И, конечно, у всех одно желание, чтобы закончилась война. И все вернулись домой. А в Украине концерт есть? Конечно. И какие эмоции у людей там? Я вам скажу, у нас это очень немного к концерту, потому что это и безопасность. Я даже отказался участвовать на Atlas Weekend, это большой фестиваль. Это тоже была одна из причин, но я не мог подготовить новое. Я хотел в рамках Atlas Weekend показать новую программу, новые песни «Сердючки». Ну, как, знаете, как некий такой супербол. Вот как супербол в мире. Вот такой блок с новых песен, которые вот никто не слышал никогда. И в конце, ну, допустим, закончить, все будет хорошо. Но никто не учитывал блэкауты, никто не учитывал, что музыканты многие. Но уехали? Я же не могу кого-то держать. Как-то все равно боятся, уезжают. Это, ну, дело на совести того человека, правильно? Но как-то говорить им, останьтесь или удержать, я их не могу. Поэтому, а программа сложная. Это же не то, чтобы просто нам подыграть, подудеть там, да? Это же все время какие-то отношения, какие-то внутренние диалоги. Это запомнить. И сейчас там новые у нас приходят ребята молодые. То они в шоке от количества задач, которые, казалось бы, в таком простом жанре. Такое украинское варьете. Да, сложно очень. Я отказался. Ну, тоже один из таких острых и горячих вопросов по поводу языка, как и в Украине, так и в Латвии. Всегда. Я вам скажу, смотрите, я вам сразу скажу. Вот я и слаймы говорили на эту тему. Ну, вот если бы не русский язык, да? Вот как я мог бы разговаривать с лаймой? Она не знает украинского, я не знаю латтерский. Ну, она бы сказала, там, добрый ранок, например. А я сказал бы, пал Диас. Ну, и до этого все дело закончилось. Момент того, что я это часто использую. И у меня, конечно, своя. Они по-своему правы. Но у меня есть свое отношение к этому. И когда мне говорят, ты разговариваешь на мове агрессора, российскую мову, понимаете, о чем я говорю, да? Я за разумею. Да, я говорю, а может быть агрессор разговаривает на русском языке? Понимаете разницу? Язык дан для коммуникации. Я с удовольствием бы знал бы японский, латышский. Ну, к сожалению. А в песнях? Нет такого когнитивного диссонанса, исполняя в том числе песни на русском языке? Вы знаете, они написаны так, как они написаны мною, да? Ну, большинство. Вот эти песни. Если нам скажут, ваш поезд ушел. Это такая вот полтавская даже. Я же сам из Полтавы. И Украина, она же большая. Она в каждой регионе есть какие-то словечки. Она очень отличается. У нас были ребята из Донецка в общаге. У меня. И говорят, я думаю, что они говорят? Стулка, стулка. А я говорю, что вы говорите? А это как стул. А у них там, ну, вот такой вот свой какой-то диалект. Донецкий, да? Вот абсолютно по-другому говорят. В Тернополе, там, да? Во Львове. А в Полтаве вот такой полтавский какой-то смесь русско-украинского, суржик. Я даже этого когда-то стеснялся. И я сейчас все равно говорю, ребята, это диалект, вот это особенность этой нашей области. И вот я, ну, что я должен себя ломать, да? И тем более, я подчеркиваю, что язык дам для того, чтобы мы понимали друг друга. А его используют просто в политических целях, все. Конечно, должен быть там, если это Латвия, то, конечно, это латышский державный, как? Государственный. Государственный язык, да, понятно. У них тоже не спорят даже. Но когда там могут запретить, вот, Андрей, не пойте, допустим, все будет хорошо. Почему? Ну, многие украинские отказались, да. Но, смотрите, я держусь этой позицией. Я могу в лицах, в глазах других быть неправым. Вот они говорят, нас это триггерить, нас это триггерить, да? Ну, хорошо, я понимаю вас, такое сложное время. Люди очень сложно живут. Психика нарушена. Все очень раздражены. И, наверное, туда не приходите на эти концерты. Вы же знаете репертуар. Но специально переводить то, что не переводится, вот, оно не переводится. Вот нельзя перевести все будет хорошо. Вот, хорошо все будет. Якщо так, ну, украинцы говорят, доброе все, это будет доброе. Вот уже не то. А если перевести вот то, что заложено в этом слове хорошо, это получается только мат. Это получается, з***, з***, все будет. Оно получается то, что, как бы, я и подкладываю этот текст, да? Если нам скажут, наш поезд ушел, мы ответим просто, подождем другой. То есть, вы понимаете, да? Да. Не расстраиваются. Нам тоже не очень хорошо. Ничего, подождем другой. Приедет. После дождя всегда солнышко бывает. И вот люди не понимают эти нюансы, и их не много этих людей. И вот я даже, у нас был такой концерт, где меня попросили не петь на русском языке. Я выстроил программу, я не пел на русском языке. И люди начали орать. А организаторы просто перестраховываются. Я говорю, есть песня, все будет хорошо, но я не могу ее проспевать. Нам, нас попросили, чтобы я вас не подставил, там, организаторы. Я вольно разговариваю украинскую, это не проблема. И люди все хорошо. Я говорю, на великое прохание не глядачи, песня, все будет хорошо. И все были счастливы. И организаторы, и все, ну, перестраховываются. Но я знаю этих людей. Но у меня такая, когда меня еще заставляют, вот, врожденное чувство противоречия, да. Я говорю, не надо меня заставлять. Язык это все равно мова, это поступово, как сказать, ну, это эволюция, да. Ну, нельзя родить ребенка, вот мы сегодня забацали, а завтра уйдем в роддом. Ну, какая-то должна, ну, пройти время. Я думаю, новое поколение, им уже легче. И они будут говорить хорошо, они будут легко переключаться. Я даже путаюсь. Я говорю, я перехожу на украинский язык, да, говорю на украинском очень долго. Потом забываю, когда общаюсь с Лаймой, одно слово, ну, очень неудобно. Конечно, с нашим поколением это все идет. Все равно мы хотел бы, я не хотел. Или хотели кто-то. Или не хотели, я все равно остался вот из Советского Союза. Но это не выбить. Вот мы в этом росли, и у меня было хорошее детство. Сейчас ряд стран уже сказали, что, возможно, могут сократить помощь Украине. Что это может значить для вашей страны? Ну, я считаю, что это ужасно. Ну, это несправедливая, какая-то циничная, идиотская война, которую развязывал Путин, и, ну, абсолютно глупейшая. Ну, чтоб что? Ну, неужели ты думаешь, что как-то люди перестроились и это приняли? А почему россияне тогда поддерживают Путина и эту войну? Ну, какие россияне? Ну, если... Нам по телевизору пока... Нам, конечно, сложно верить во все эти опросы и выборы... Я не верю. ...путина, но... Хотите сказать, что вот эта вот вся поддержка Путину и войне, это все искусственно созданный пузырь? Ну, это зомбирование, это, конечно, пропаганда. Ну, послушайте, я же, я вам вот еще раз уже где-то рассказывал, когда была чеченская война, это она была где-то. Вот мы там себе живем, да? А она где-то, чеченская война с Россией, да? И вот мы видим же, мы часто были в Москве, и мы же смотрим новости. Я думаю, боже, террористы. Да, вот террористы, вот... Я тоже так думал. И когда я только уже, там, спустя годы послушал интервью Дудаева, да? А Дудаева, самое интересное, я родом из Полтавы, и у меня улица Роза Люксембург. Ну, называлась тогда. Улица Роза Люксембург. И воинская часть, вот прямо через дорогу, там служил Дудаев. Вот прикиньте, да? Но я его тогда не помню, я маленький. Вот, и он рассказывал, он предсказал эту войну за Крым, он предсказал войну, ну, войну с Украиной, Россией. И вот мы слушали, и мы воспринимали то, что нам говорят, так, как говорят по телевизору. Да. Но в 21 веке у нас есть интернет, у нас телеграммы, ватсапы, все есть, вся эта информация у нас есть. И все эти блокировки в России, они не помогают, потому что есть VPN. Ну, то есть у людей есть доступ к информации. Да. К различной информации. И не понимают. Ну, послушайте, мы же в общем говорим, конечно, они сейчас, вот то, что меня раздражает, я сейчас смотрю, они же приняли такую историю, как они играть из себя жертву изображают. Вот мы за страну, мы там, мы, вот мы должны победить. Вы напали на суверенное государство, вы агрессоры. Вот это все вымарывается. Вот это все вымарывается. Защитить эти все шаманы, вот эта вся сумасшедшая, эти бегают с этими зетками. И я смотрю на этих людей, я же их, ну, почти всех знаю. Ну, многих, по крайней мере. Я думаю, ну, это, это, как это может быть такое? Ну, поэтому я, это все-таки, я считаю, что это все-таки пропаганда и влияние вот этого зомбоящика, который вот все время это транслирует, наши мальчики. Ну, это ужасно. Ну, тоже вы уже затронули и говорили про это. И опросы показывают, как и европейские, так и латвийские, что люди уже устали от войны, от новостей про войну. Не именно в Украине, а вот в Европе и в других странах. Что вы можете, вот как украинец, который каждодневно видит эти обстрелы, эти ракеты, эту боль, сказать тем людям, которые устали. Устали читать, устали видеть. Вы знаете, я работал с коллективом на Новый год. Корпоратив. Был заказной концерт. Все равно есть люди, которые могут себе позволить. И все равно, ну, это и было так. Это не тайна, что вот люди имеют возможности там или компаний провести какую-то там вечеринку или день рождения или юбилей. И вы знаете, я так устал. Вот мы работали ровно в Новогоднюю ночь. И были обстрелы, да. Я в номере лёг и вырубился на два часа. И потом спустился к ребятам. Ну, к нашим музыкантам. И так я не хотел пить. Вот это шампанское. Вот прям не... Ну, как бы положено, да, надо что сказать. Все-таки, как бы ты, там, руководитель коллектива. И я взял бокал шампанского и сказал. Вы знаете, мне нечего вам сказать. В первый раз. Мне нечего вам сказать. Самое интересное, когда я у кого-то переспрашивал об этом Тосте, никто его не помнит. А я, видно, мне было такое состояние, что я понимал, что... Говорит какую-то банальщину. Вот как и на ваш вопрос. Я не знаю, что сказать. Надо как-то пережить. Ну, усталость... Люди понимают, а люди не знают, куда рулить. Что делать? Вот если на первом этапе войны, да, вот как-то все были заряжены на какую-то... Как вам сказать? Ну, понимание ситуации, да, вот... Сочи-то, да. То сейчас это длится, и непонятно, куда это... Нету какой-то точной информации. Когда это все закончится. Когда это все закончится. Победа это когда? Почему не дают оружие? Почему им можно стрелять, а нам туда нельзя стрелять? Тут я вот это уже не мог... Возможно ли закончить эту войну, отдав Россию уже оккупированную территорию? Ну, послушайте, говорят, там есть три сценария. Да... Ну, как это отдать? Я вот, если вы меня спрашиваете, ну, это понять не могу. Ну, я реально понимаю тоже, а чем, если не будут давать оружие, если нет людей. Ну, как это защищать? Ну, это должно закончиться. Ну, это просто истребление людей. И когда вот приехал к маме на кладбище и не узнал кладбище. Вот эта аллея, которая... Ну, такая какая-то... Никогда кладбище не вызывало страха. Наоборот, какой-то покой. Я не знаю, как у вас. Вот какая-то зелень, какой-то парк, умиротворение. Ну, не ужас. Как бояться, там, Боже, этот, венки, там... Никогда такое не было. И тут я захожу, и... Те вот... Вот эта аллея, которая была, ну, всегда... Ну, такая зеленая такая, она стояла в памятнике, флаге молодых ребят. Ну, что это? И, конечно, если бы, ну, включилась... Опять, я же не политик, я рассуждаю более эмоционально, знаешь, я... Даже вот эти интервью в начале войны, которые я очень часто выходил, для расслабления как-то где-то там проиронизировать, что-то там... Потом, когда мне показалось, что это очень много, я сказал, все, ребята, я не даю интервью, потому что сейчас время там политологов, политиков, да, каких-то людей, которые в этом разбираются. Я просто... Говорю и сейчас, я разговариваю на большее чувство, на эмоциональном фоне, потому что я не могу ничего сказать. Конечно, лучший вариант это... Ну, и справедливый вариант, это когда граница 91-го года, ну, как все понимают, вернуть все территории, репарация, все. Покаяться. Я понимаю, что надо выстраивать отношения политикам, потому что, ну, Россия же никуда не денется, мы рядом, мы соседи, но мы на лестничной площадке живем, все равно надо выстраивать отношения с соседом. Для этого же есть дипломат, но для чего их избирают туда? Ну, вот мы приезжаем сюда, к примеру, там, в Латвию, да, вот чего тоже бывают, таки говорят, вот они там поедут, значит, на одной сцене с русскими, подождите, украинский день, то, как помогает Латвия, как Лайма на амбразуру, потеряла все, сколько хейта, она отгребает постоянно, да? Я говорю лишний раз, я специально, вы думаете, мне хотелось ехать? Мне очень тяжело сейчас, эта дорога, я еще плохо чувствую, этот баронхит, это надо как-то, мы сократили коллектив, чтобы не было накладных расходов, это же дорого, но Лайма-Вайкуля надо почку продать, чтобы это все, ну, я господи, прости, организаторам, чтобы привезти коллектив, это же за все заплатить надо, понимаете, да? Но, я говорю, я еду туда специально, понятно, что я не пою на русском языке в украинский день, но это всегда лишний раз, я напоминаю тем людям, которые устают от войны, да? У нас идет война, у нас блэкауты, у нас дети растут, у них нет образа, как они учатся, я не понимаю до сих пор. У нашей Инны, которая вот, играет маму, Сердючкину, она стала бабушкой, у нее родилась внучка, Вероника, и я все же думаю, боже, смотришь на этого ребенка, да, потому что, а это ребенок войны. Я рад за то, что все-таки семьи создаются, люди рожают, невзирая ни на что. И, конечно, меня лично спасает юмор, хотя я так хорохорюсь перед вами, и тоже у меня опускаются руки, и тут ты режешь салатик какой-нибудь, ну, грубо говоря, да, вырубается этот все, ты по пальцам, этим ножом, и тут бегаешь, ищешь эту салфетку, это, ну, весь поцарапан. Ну, короче, ну, такое время. Вот нам выпало такое испытание, я не жалуюсь, я всегда говорю, многим людям сто раз хуже, чем тебе, да, ты еще хоть можешь кому-то помочь, понимаете, да? Ну, вот есть тоже, вот, украинские артисты, украинский шоу-бизнес, есть российский. Да. Что вы думаете от тех российских музыкантов, артистов, артистов, которые едут выступать и дают концерты на временно оккупированных территориях в Украину? Ну, послушайте, какой-то фильм, даже так, мне так смешно стало, ну, наверное, не знаете, это такая была фраза, бросьте, театральный народ трусливый, это была такая фраза. Конечно, они боятся, ну, конечно, ну, послушайте, ну, такие обстоятельства, кто-то, кто-то так думает, наверное, ну, вот, многие вылезли, которых я уже и забыл, что такие есть, ну, артисты, имею в виду, и сейчас они в фаворе, и они, везде этот, пропаганда, и вот эти все лозунги, наши мальчики, вот это, я слышать это не могу. А многие вас артисты разочаровали, с которыми вы дружили, общались когда-то, российскими? Ну, конечно. Конечно, но вот у меня, вот какие-то такие, прямо, глобальные предательства, я не могу сказать, честно вам скажу. Я не особо и общался, все-таки мы были приезжие туда, и когда они там начинали, вот эту, старую еврейскую песню, вот, они у нас все руки кормили, вы назвали, как Роллинг Стоунс, что же, вы их зовете, приглашаете, мы едем, мы их кормили, здрасте, вы упрашивали, мы еще думали, ехать, не ехать, ну, вам хочется на Новый год, песню все будет, это хорошо, но мы с удовольствием, мы для людей это делали, и, конечно, когда вот была вот такая глобальная популярность, там, в нулевых сердючке в России, и эти туры, то, ну, конечно, мне это было приятно, и нас очень любили, а я, вы знаете, тогда не понял, почему-то началась, ну, вот эта вся, такая популярность массовая, началась именно Ростов, Краснодарский край, вот я потом, это вот, уже когда война началась, это же вот Украина, вот эти словечки, которые, мы же практически все говорили на Суржике, на, вот на первом этапе, когда еще были, такие миниатюры театральные, вот, и такой был массовый успех, мы приезжали, мы настолько были избалованы этими концертами, вот мы приезжали в город, 3-5 концертов, 3-5, и мы такие все, боже, как нас любят, понимаете, да, нас звали туда, и вот эти все их разговоры, даже на Новый год, но им это, конечно, я у них номер один враг, сердечко имеется в виду, потому что люди какие-то включают эту песню, «Щеный мэр ла Украина», если мы гуляем так, они там, Новый год, Кремль, вот эта площадь кремлевская, и люди там, «Боже, эта милиция беет, кто включил эту ведьму, эту бабу Ягу?» Потом, значит, какого-то диджея, он их тоже включил, эту, «Щеный мэр ла Украина», его, значит, заставили извиняться на камеру, я говорю, «Людь, вы когда включаете, такая музыкальная партизанка Верка Сырдючка, почему-то «Океан Эльзы» не включают на Красной площади, включают эту песню, «Включили», и текайте, ну, убегайте, ну, вы же понимаете, что для них самое страшное, когда над ними смеются, ну, это же самое страшное, вы, если там проводите, я не сравниваю, ради бога, ну, Чарли Чаплин, когда вот был этот фильм, «Великий диктатор», вы знаете, и когда он крутил на пальчике земной шар, ну, глобус, да, это личный ворог Гитлера был, просто личный, потому что, как это над Гитлером, значит, может, я Чарли Чаплин? Кто знает, кто в глазах Путина. Вот опять же, ну, вот, Путин, по его словам, защищает, помогает русским, в Украине. Но Гитлер помогал тоже там. но тем же самым. Одно и то же, я так не столько хорошо знал ту историю, что я вот, он рассказывает, это было, как и вот с Польшей, тоже самое, защищаем немецкое население. Хариков, самый русский, один из самых русских городов. как он защищаетесь, он там бомбит всех? Ну вот вы сами себе отвечаете, ну вот как это может быть? И как, как такими поступками, да, они надеются вызвать какую-то любовь, к русскоязычному русскому, ну, я не говорю русскоязычному, я все равно, я говорю, русский язык, все равно это инструмент общения, вот я все равно, вот я подчеркиваю, и вот эта фраза, я опять повторю, мне кажется, это хороший аргумент, когда не я говорю на русском, на языке агрессора, а агрессор говорит на русском языке. Вот так я думаю. И поэтому то, что они сделали с Харьковом, многие мои знакомые уехали оттуда, и ну это кошмар. Вот я не знаю, я оказался в самом опасном месте, но я же был в Киеве с первого же дня, я никуда не уехал, и я в своем этом доме, я был, и я на телефон снял вот этот пустой Киев. Вот я просто снимал так просто, да, и сейчас я понимаю, что у меня в телефоне есть кадры, которых ни у кого нету. Вот время так прошло. Но это настолько удивление, когда ты смотришь в окно, а ни одного человека нету, ни одной машины нету. Вот как будто... Во время коронавируса. Да, мне кажется, были, когда коронавирус, как-то люди ходили, машины хотя бы ездили, а то вообще никого. Да. Понятно, что война это страшно и ужасно, но все же за что можно быть благодарным войне? Вы знаете, один артист у нас в Украине сказал, что мы должны быть... Как-то он... Я не хочу его цитировать, я прям... Не помню, как он сказал, типа, как хорошо, типа, какой-то смысл. Я сейчас по ту помощи скажу. Благодарны, типа, Путину за то, что он там вернул нам свою, типа, идентичность. Это что такое? Это... А как эти люди? А как жизни этих детей, которые они увидели? Там, жен, которые не дождались, там, своих мужей... Ну, как такое можно сказать? Как можно ему быть благодарным? Да, конечно, война проявила качества человеческие и стало понятно, хотя и тогда было понятно, кто... шлюшка, а кто... мандавошка. Взрослого не нашел, правда, искал, искал не нашел. И вот... И ты же понимаешь, ты же с ними общаешься, и ты же видишь, вот они такие все правильные, такие они все такие, вот-вот-вот-вот. И думаешь, ну вот, как у Высоцкого, да, парня в горы. Вот можно только проверить каких-то экстремальных ситуаций. У нас директор такой... Знаете, всегда... Всегда очень хорошо быть директором на входящих. Когда тебе звонят, и ты расскажешь, так, машину туда, номер такой. А когда нет работы, ну, сделай работу, чтобы была для коллектива, да. И у нас там директор, не буду называть, чтобы он не позор, потому что он именинник. И он... Когда-то сказал такую фразу, я лучший директор из сценки... Ну, что-то в те времена, что-то так его... Звездная болезнь у него какая-то была, директорская тоже. Такое бывает, да. Вот, ко мне звонят те, 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 те. Я говорю, директор проявляется не когда хорошо, а когда плохо. И когда напали на меня бандиты, попросили, ну, не напали, но подошли и сказали, спой, все будет хорошо. А что им мне сказать? Нет. Я что, понимаю, это просьба убедительная. И они, значит, мне вот такие, вот такая пачка денег. Не смогли меня ни охрану спасти никто. Только я своим дипломатизмом, могла быть быть драка, конечно, я мог бы там, а, да пошли вы там, мог бы сказать, в машину сесть и уехать. А коллектив? А девочки в коллективе? А мы тебя выведем вот так сейчас. Ну, короче, мы выступаем, я быстро переоделюсь. Но я понимаю, это люди, с которыми нельзя спорить. Это, ну, со стенкой ты будешь. Ну, зачем? А вопрос нужно решить. И вот вы представьте, это Москва был. И мы вот танцуем, у нас это эх-эх, все, да? Они довольны. И они пачками, пачками, вот так, суют мне деньги. Пять тысяч купюры. Пятитысячные купюры. Знаете, что я делаю? Ну, скажите. Я думаю, выкидываете. Правильно. Я беру, выкидываю, вот так, смотрите, вот так, вот так. Они летят, они в шоке. Но им это тоже понравилось. Но думаю, боже, какой у нас хороший жанр все-таки. Я это и брать никогда не буду. Но есть же мама, которая играет, вверху садичку. И она, дочечка, спивай, спивай, на дадиме, не, не. Все пособирала, все так. Мы не гордые, обдуем и в рот, понимаете? Но сам момент, что ты все равно даже этим способом ты все равно подчеркнул, что тебе такие вещи не нравятся. Они это увидели. Ты сделал, конечно, что они хотели, но это же можно было сделать иначе. Подойти, сказать, ну, кто бы отказал. Но когда это ведется в какую-то... И даже, все равно, я не знаю, как говорить о войне, но все равно, я считаю, что это провал дипломатов, ну, если бы все это знали, были какие-то сведения, но надо было все включить. Я не знаю, поэтому я не там. Может, я наивен, да? Но должны включиться все инструменты для того, чтобы не допустить военный конфликт. Вот все надо было включить. Я не знаю, как. Ну, так я думаю. Я хочу всем пожелать держаться. Вот все-таки, меня так спасают. Вот я стараюсь находить какие-то смешные вещи, ироничнее относиться к многим вещам. И знать, что может быть кому-то хуже, то, что я сказал вначале. Вот я очень хочу, чтобы наступил мир. И когда ты в детстве воспитывался в условиях, ну, зачем эта армия нужна? Вот зачем? Все равно же войны не будет. Ну, так же все говорили, дети. Вот мы пионеры эти были, да? Все, никогда не будет войны. Никогда ее не... это было, и все больше это никогда не будет. И кто мне это сказал, что 22-го числа... Вот я первые разговоры услышал 22-го числа. Так нету, 16-го, говорю, 22-го. И я просыпаюсь, война началась. Андрей. Ну, это слово, которое не из этой жизни. Такого быть никогда не может. Поэтому, ребята, я в любом случае, мы стараемся. Да, уже не 15-й, я ощущаю, то, что мне не 15-й, мне тяжелее становится. Но, то, что мы понапридумывали, и мне очень хочется воплотить и поехать в нормальный, комфортный тур. И вот пришли, порадовались, посмеялись вместе с вами. Мы очень вас любим, обнимаем, целуем по всему слову. Спасибо большое. Спасибо вам.